добрый вечер всем ну во первых приятно начать с хорошей новости я думаю все уже слышали а если не слышали то приятно будет услышать что освобождена одна солдатка израильской армии вот это вселяет надежду на то что она первая не последняя будем надеяться на это молиться за и за солдат из-за тех кого они освобождают мы с вами продолжаем читать первую маковейскую книгу я напомню что мы остановились на двух вопросах которые мы сегодня по ходу дела будем освещать во первых что в конечном счете подтолкнула антиоха епифана четвертого на то чтобы начать преследование евреев преследование еврейской веры и это как бы события не имевшая в общем прецедента в древнем мире такие религиозные гонения а во вторых можно ли каким-то образом отождествить идентифицировать тех нечестивцев которые согласно первой маковейской книги решили вести уйти от веры отцов и вести такой вот языческий греческий образ жизни те вопросы которые нас будут сопровождать по ходу чтения я сейчас открою открою файл которым мы пользовались прошлый раз и мы двинемся дальше по тексту я только опять же напоминаю что перевод не самый удачный не самые точные это переводы с интернета и всякий кто может кому доступно издание которое в прошлый раз вам демонстрировал на русском языке энциклопедическое издание четыре книги маковея под редакцией михаила туаля вот я естественно всячески рекомендую это издание она помимо прочего комментирована я сам им пользуюсь для подготовки наших наших занятий вот и так и так мы с вами дошли до стиха шестнадцатого первой главы значит вот эти беззаконные сыны это явный перевод ивритского мы говорили о том что первая маковейская книга это как бы такой консенсус практически в исследовании маковейских книг она была написана изначально на иврите ивритский текст до нас не дошел есть какие-то смутные указания на то что и раним переводчик ульга ты еще пользовался таким ивритским текстом но до нас дошел текст только греческий и другие переводы которые делали с этого греческого текста вот эти сыны беззаконные которые как мы уже обсуждали в прошлый раз они как бы действуют в соответствии с принципом так как в торе описано что должны действовать сыны беззаконные которые убеждают своих ближних идти служить другим богам здесь вот пойдем заключим союз народами окружающими нас и дальше говорится о том что в иерусалиме были построены гимнасии фебии установлено не обрезание то есть умеваясь как мы говорили то что делались искусственные попытки восстановить крайнюю плоть отступились от завета соединились с язычниками и продались чтобы делать зло я не буду каждый на каждой фразе останавливаться поправлять перевод конце концов это не так принципиально важно вот мы дошли до 16 стиха антиох эпифан который был заложником в риме и воцарился в сто тридцать седьмом году по македонскому летоисчислению то есть если говорить о нашем летоисчислении 175 год вот он был с младшим сыном антиоха третьего до него царствовал несколько лет селевк который был загадочным образом убит и некоторые возможно не безосновательно подозревают что антиох эпифан вот отчество митридат имя которое ему было дано при рождении был метридат приложил к этому руку доказать тому однозначных нет во всяком случае он воцаряется и вот 16 стих говорит когда антиох увидел что царство укрепилась предпринял воцариться над египтом чтобы царствовать над двумя царствами мы здесь должны иметь ввиду что практически сразу же после распада империи александра македонского и создания талимеевского и селевкидского царств между ними начались войны эти войны продолжались практически беспрерывно хотя время от времени заключались мирные соглашения союзы родственные связи но в целом постоянно велись войны в том числе за право владеть кели сирией или землей израиля и финики я напомню что в 198 году до новой эры отец антиоха эпифана тех 3 окончательно владел этой территории подтвердив при этом еврейскую религиозную автономию теперь что касается антиоха то первая маковейская книга говорит так а вот он вход предпринял воцариться над египтом чтобы царство над двумя царствами вошел в египет сильным ополчением с колесницами и слонами и всадниками и множеством кораблей и вступил сражение с птолемеем царем египетским под птолемеем царем египетским здесь понимается птолемей 6 филометр который был воцарен еще коронован будучи подростком и антиоху удается победить как сказано и убоялся птолемей от лица его обратился в бегство и много пала раненых и овладели они укрепленными городами земли египетской взял он добычу из земли египетской теперь проблема заключается на самом деле в том что как полагают исследователи как это явствует и из греческих исторических источников и из того что пишет и оси флавий и из того что мы находим во второй маковейской книги и намеком в книге даниэля талемей совершил антиох эпифан совершил два похода на египет маковейская книга первая маковейская книга упоминает только один и мы не знаем почему но походов было два один поход был совершен сто семидесятом сто шестьдесят девятом году до новой эры а второй поход сто шестьдесят восьмом теперь в обоих случаях антиоху действительно сопутствовала удача первый поход привел к довольно серьезному овладению талемейским египтом но при этом антиоху не удалось завоевать столицу александрию и поэтому видимо он предпринял второй поход и он был близок к тому чтобы свою был близок к тому чтобы победить но тут произошло произошло следующий который свое время продиктовал унизительные условия мира антиоху третьему отцу антиоха четвертого эпифана и здесь снова вмешался был послан легат римский который передал антиоху послание сената с которого следовало что антиоху надо немедленно убраться из египта и антиох этому приказанию фактически подчинился существует описание согласно которому антиох сказал что он хочет посоветоваться со своими близкими близкими но этот легат гай попилий лена провел вроде как по этой легенде и мы не знаем точно так или она была палкой которая у него была круг круг ног антиоха и сказал что он антиох должен дать ответ сейчас пока он находится в этом круге и антиох был вынужден подчиниться и был конечно сильно унижен что в общем вызвало большую ярость нам не очень понятно не очень понятно на какой из этих походов приходится вторжение антиоха на обратном пути в иерусалим поскольку по первой маковейской книге поход был только один автор и такие не упоминает второго похода и мы здесь остаемся как было с этой загадкой читает текст у нас нет точного точного представления точного представления о том что произошло но повторю по второй маковейской книги антиох и пифан как раз разграбил вторгся в иерусалим именно во время второго похода и это будет связано с историей который мы коснемся чуть ниже пока же то что здесь написано что после поражения египта первая маковейская книга не упоминает историю с римским легатом антиох возвратился 143 году и пошел против израиля и вступил в иерусалим сильным ополчением и вошел светилище с надменностью и взял золотой жертвенник светильники все сосуды его и трапезу предложения или правильнее сказать стол предложения и как написано возлеяльники и чаши и кадильницы золотые завесу и венцы и золотое украшение бывшие снаружи храма и все обобрал взял и серебро и золото и драгоценные сосуды и взял скрытые сокровища какие отыскал и взяв все отправился в землю свою и совершил убийство и говорил с великой надменностью а мы как бы понимаем что это описание с одной стороны естественно призвано дать некоторое представление о том каким царем и человеком был антиох эпифан а то есть это квинтэссенция зла а мы увидим это сегодня и в книге даниэля который мы обратимся это такое вот надменный сосуд который считает что ему все позволено и совершает страшные преступления подобные тем например которые совершил ну худоносца царь вавилонский который тоже захватив иерусалим взял храмовые сосуды и увез вавилон что вообще было вполне принятой практикой в древнем мире ты побеждаешь чужого бога ты забираешь его храмовые аксессуары в этом смысле антиох здесь тоже ведет себя согласно принципу массы а вот симан либани в то же самое время мы можем сказать что возможно возможно антиох разграбил храмовую сокровищницу потому что нуждался в деньгах нуждался в деньгах поскольку рим наступил ему на пятки и заставил вернуться в иерусалим ему надо было как-то выплачивать контрибуции еще наложенные со времен его отца антиоха третьего казна была в общем пуста часть была потрачена на военные приготовления так что вполне возможно что само по себе вот это разграбление это как бы следствие его военно-политических амбиций но важно подчеркнуть что автор первой маковейской книги говорит о том что он вошел в святилище с надменностью на он совершил с точки зрения еврейского закона страшный грех поскольку святилище имеет право ходить только кухен только священник вот и после этого после этого описывается плач на самом деле этот плач правильно было бы перевести как-нибудь поэтический и так это кстати и переведено вот в том издании которое вам рекомендовал здесь это не чувствуется посему был великий плач в израиле во всех местах его стенали начальники и старейшины изнемогали девы и юноши и изменилась красота женская всякий жених предавался плачу и сидящая в брачном чертоге была в скорби вострепетала земля за обитающих на ней весь дом якова облегся стыдом на самом деле и здесь можно найти всякие библейские выражения которые лежат в основе этого описания но очень сильно напоминает библейские плач и вообще плача храме в частности на первых книги и х и кроме того одна из один из этих образов очень напоминает стих из книги пророка юэля пусть выйдет жених из чертога своего и невеста и своей горницы в тот момент когда надо плакать а вот так и здесь всякий жених предавался плачу сидящая в врачном чертоге была в скорби есть это вот такой вот библейский плач то есть очевидно что наш автор действительно опирается ориентируется на библейские образцы теперь дальше говорится что антиох посылает посылает как тут сказано начальника податей города иудеи и он пришел в иерусалим с большой толпою коварно говорил им слова мира и они поверили ему но он внезапно напал на город и поразил его великим поражением поглубил множество народа израильского взял добычи из города сжег его огнем разрушил дому его и стены его кругом и увели в плен жены детей и владелец котом значит опять же опять же в во второй маковейской книги это рассказывается более подробно и там говорится что что антиох посылает своего представителя не просто для того чтобы для того чтобы разграбить город но и для того чтобы посвятить иерусалимский храм зевсу олимпийского значит во всяком случае мы видим здесь нарастание драматизма антиох жмет все больше пока еще речь не идет о о каких-то религиозных гонениях а просто о разграблении города но уже это ставит перед нами вопрос почему антиох 4 так ополчился на иерусалим что послужило причиной того на у нас нет оснований сомневаться что действительно антиох 4 эпифан самом деле пытался раздавить иерусалимское самоуправление посягал на храм и как тут сказано оградили город давидов большой крепкой стеной и башнями и сделался он для них крепостью и поместили там народ нечестивый людей беззаконных и они укрепились не эти стихи как прочие другие указания на строительство крепости послужили явились некой головной болью как для историков так и для археологов в попытке эту крепость обнаружить остатки этой крепости речь идет судя по всему о знаменитой акре которую разыскивают по сей день и до сих пор нет консенсуса где она находилась помимо прочего из-за того что описание в разных источниках противоречат друг другу одной из последних предположений состоит том что акра находилась в том месте где когда-то рядом напротив города давида и недалеко от храмовой горы была так называемая стоянка гевати которую потом разрыли начались археологические раскопки и там были найдены действительно достаточно важные артефакты в том числе остатки некой крепости значит я не буду сейчас слишком глубоко вникать в весь этот спор об этом написано баснословное количество исследований отдельная совершенно тема которую которую можно специально почитать в том же издании на которое я ссылаюсь это опять-таки подробно обсуждается что это может быть такое вот но важно что в эту крепость был помещен некий гарнизон и поместили там народ нечестивый людей беззаконных и они укрепились в ней а значит судя по всему речь идет как о гарнизоне солдат которые охраняли эту акру так и о тех кого тех кого последствия называли эллинистами которые то есть это были как язычники так и евреи которые к ним присоединились повторяю напряжение нарастает движение нарастает и вот до говорится запаслись они оружием и продовольствиями собрав добычи иерусалимские сложились там и сделались большой сетью то есть ловушкой и значит далее опять же такой поэтический текст поэтический текст что было это постоянное засаду и для святилища злым дьяволом для израиля они проливали невинную кровь вокруг святилища и оскверняли святилища жители же иерусалима разбежались ради них из-за них и он сделался жилищем чужих и стал чужим для своего рода и дети его оставили его святилище его запустела как пустыня праздники обратились в плач субботы его в поношение честь его выничижения да это как бы опять же некий плач о состоянии храма по мере славы его увеличивалась бесчестье его и высота его обратилась в печаль или вскор значит и так это второй этап наступление на иерусалим и наконец третий этап описанный маковейской книги это указ антиох царь антиох написал всему царству своему чтобы все были одним народом и чтобы каждый оставил свой закон и согласились все народы по слову царя и многие из израиля приняли и до служения его и принесли жертвы идолами осквернили субботу царь послал чрезвестников грамоты в иерусалим и в города иудейские чтобы они следовали узаконением чужим для всей земли чтобы не допускались все сожжение и жертвоприношения возлияния святилища чтобы ругались над субботами и праздниками и оскверняли святилище и святых возможно правильно святые жертвы чтобы строили жертвенники храме капище идольские приносили в жертву свины мясо из котов нечистых и оставляли сыновей своих необрезанными и оскверняли души всякую нечистоту и мерзостью для того чтобы забыли законы изменили все постановления а если кто не сделает по слову царя да будет предан смерти согласно этому писал всему царству своему и поставил надзирателей над всем народом и повелел городам иудейским приносить жертвы во всяком городе и собирались и многие из народа все которые оставили законы совершили зло в земле и заставили израиль открываться во всяком убежище его остановимся здесь на минутку и остановимся и поговорим о том что происходит значит я еще раз хочу обратить ваше внимание что это в общем беспрецедентный случай с одной стороны мы знаем что греки начиная с завоевания александра действительно экспортировали свою культуру свою цивилизацию греческий язык становится достаточно быстро лимба франка усваиваются какие-то обычаи усваиваются административные принципы государственное управление то же самое время сказать что мы можем с точностью утверждать о попытках навязать другим народом свою собственную религию выглядит это довольно странным в свете того что как раз любой любая языческая культура была по определению толерантно поскольку нужно было уважать всех богов и никогда не знаешь попадая на территорию там скажем какое-то государство где поклоняются одному богу если ты надругаешься над этим богом возможно ты будешь предан наказанию одна из одно из представлений языческих состоит том что на каждой каждой территории управляет свое божество то есть это довольно странное утверждение которое является здесь во второй маковейской книги потом повторит его сифлавий ну в общем это довольно странно кроме того да и мы знаем на самом деле что греки не только экспортировали свою культуру на импортировали чужую а тот же александр увлекся восточными верованиями и всячески как бы их приветствовал на самом деле что такое или низом про который мы говорим сегодня кстати сам термин впервые появляется во второй маковейской книги мы еще будем об этом говорить или низом это некоторое соединение греческой и восточной культуры некоторый симбиоз что в этом свете все выглядит довольно странно и некоторые вещи которые здесь описаны выглядит еще более странно потому что те указы которые издает антиохи эпифан выглядят так что он и довольно обширные познания в еврейском законе ладно допустим осквернить храм ладно допустим заставлять поклоняться другим богам что тоже странно но все-таки это не требует какой-то особой квалификации но то что например евреям нельзя есть свиное мясо и нечистых животных что принципиальным является обрезание что что нужно обязательно соблюдать субботы и праздники и так далее это как бы выглядит странно в свете того что мы знаем что как греческие так и римские авторы впоследствии на самом деле не очень хорошо были изнутри знакомы с еврейским законом ну допустим суббота еще была известна как нек но это кстати говоря уже в римский период римские авторы издеваются над евреями говорят что они бездельники один день неделю они отказываются работ но в целом как бы такая такие познания выглядят несколько странным и поэтому все это описание в первом маковейской книге судя по всему содержит себе какую-то лакуну а эту лакуну надо попытаться восстановить значит ну существует естественно это известная вещь всякие антисемитские паспели источники которых как раз в основном в египте иосиф лавий называет авторов которые такие паспели на евреев пишут это кстати говоря понятно почему в египте потому что в египте была очень большая еврейская община которая находилась довольно напряженных отношениях с коренными египетским населением которая обладала меньшими гражданскими правами чем еврейское население потом была переведена септуагинта была переведена переведена тора на греческий язык местное население узнало об истории исхода из египта что для них было довольно оскорбительно и создавались различные паспели в частности иосиф лавий рассказывает о том что в своей книге против опиона и по древности еврейского народа против опиона он рассказывает о том что вот опион эллинистический египетский автор пишет что антиох когда вошел в святилище в иерусалиме нашел там какого-то человека очень откормленного вида и значит он стал его расспрашивать то он такое тот человек взмолился перед антиохом и сказал ему я эллин я грек и меня просто на улице евреи поймали привели сюда и никуда не выпускаю и сначала мне даже это нравится нравилось потому что они меня очень хорошо кормят но потом я случайно узнал что делается вот это с какими целями чтобы в их праздник видимо подразумевается песок меня откормленного принесли в жертву и смели потому что евреи во время этой своей жертвы должны есть эллина и вот я молю тебя о царе освободи меня отсюда и придай позору этих евреев и антиоха это делать это вот такой антисемитский пасхи который конечно объясняет причины поведения антиоха но показывает как пытались представить себе дело антисемиты того время теперь если мы вы сейчас не читаем вторую маковейскую книгу мы упомянем то что там картина происходящего иная вместо вот этих еврейских нечестивца которые оставили закон и присоединились к язычникам там все выглядит гораздо более конкретно речь идет о так сказать разборках внутри священнической среды или точнее говорить за право получения высшего первосвященства то в те времена первосвященники были принадлежали к семье цадокидов и в тот момент таким первосвященником был хония третий или по-русски он я судя по всему сын шимона праведного самого шимон от садик которого мы в свое время упоминали и он был подвергнут оговору со стороны собственного брата которого который приезжает по просьбе кони в антиохию к царю и и фактически покупает себе покупает себе первосвященство зовут его иошуа но меняет свое имя на имя греческое ясон и и таким образом впервые создается прецедент когда священство покупается за деньги и более того его получает человек который не должен был его получить с этого момента когда начинается деградация института первосвященник более того согласно известным нам источникам ясон обязуется перед антиохом превратить иерусалим в греческий полис основать там гимнасии и эфебию гимнасия это учебное заведение для подростков и фебия для для более взрослых юношей им дают полное греческое образование и и все все это происходит 175 году до новой эры сам хония чтобы оправдаться какой-то момент тоже отправляется к царю но события развивается очень быстро ясон через три года через два года примерно посылает еще одного человека в качестве посланцев по имени минилай тоже принадлежащего косвенным образом к священнической знати и этот минилай выкупает первосвященство еще за большую сумму и после чего ясон убегает в аммонитиду то есть за иордане там где была территория библейского омона минилай во первых как бы с еще большим рвением эллинизирует иерусалим присваивает себе храмовую утварь которая осталась и организовывает через третьих лиц убийство первосвященника и в городе начинаются беспорядки на совет старейшины иерусалима на минилай подает жалобу царю но тот минилай в результате путем интриг добивается того чтобы эту делегацию казнили если так а если мы идем по этой то получается что так если понять это просто что инициаторами гонений антиоха были те самые эллинизаторы первосвященники сначала ясон а потом минилай которые стремились к превращению иерусалима в греческий полис при этом ясон во время второго похода антиоха эпифана в египет во время которого прошел слух что антиох умер ясон попытался вернуть себе первосвященство силой и окружил иерусалим но поскольку антиох вернулся то ясону пришлось снова бежать за иордани во всяком случае по одной из принятых сегодня теорий в истории это описание которое мы сейчас прочли оно как бы закрывает на самом деле некоторую подоплеку а этой подоплекой явилось как раз то что само часть населения иерусалима и ответственности стремились к эллинизации города и фактически чтобы сломить сопротивление своих противников это как бы гражданская война фактически чтобы сломить сопротивление своих противников привели к тому что антиох издал эти свои указы это немножко напоминает ситуацию гражданской войны во времена гораздо более поздние во времена римской войны война с иудеи которая закончилась разрушением храма то что описывает иосиф флавий здесь в отличие от истории войны с римом у нас нет точных указаний но опять же если следовать линии второй маковейской книги и за ней идет в этом отношении и флавий то как бы причина именно здесь во внутренней эллинизации теперь есть как бы впервые эту гипотезу выдвинул очень известный еврейский ученый историк элиас бикерман еще первой половине двадцатого века вот другую похожую но альтернативную теорию выдвигает израильский историк обидор черри кодер согласно согласно который был дополнительный этап что этот этап был такой что когда происходила массовая эллинизация Иерусалима под руководством вот этих купивших первосвященство Ясона а потом Менелая в особенности то консервативные круги преданные традиции поднимают восстание против Менелая и антиох распознав поняв что за этим стоит он попытался силой подавить подавить это восстание которое в результате еще в большей степени разожглось а в книге которую я тоже всячески рекомендую моего коллеги и товарища Михаила Туваля синагога гигантов приводится еще и третья гипотеза которую предлагает московский исследователь Михаил Селезнев я просто прочту короткий абзац из этой книги он говорит так Иерусалим как столица всего еврейства был связан с диаспорой которая была не под контроль на антиоху более того самую богатую ее часть составляли подданные врагов Птолемея то есть врагов Птолемеев по отношению к Селевкида если уничтожить Иерусалимский храм каким он был при Птолемеях в начале 2 века до новой эры как центр к которому направлены взоры и деньги диаспоры то не будет уже никаких связей между Иерусалимом и Египтом и вообще всяким зарубежием будут иудеи нормальными подданными антиоха как какие-нибудь идумеи будут граждане его империи а не граждане мира уничтожение храма решало проблему клало конец космополитическим связям подданных антиоха с диаспорой то есть это такая интересная гипотеза согласно которой антиох как раз хотел привести к изоляции иудеи к разрушению ее связи с египетской диаспорой и к тому чтобы таким образом застолбить свою власть понятно что какая бы гипотеза не объясняла происходившее антиох конечно фигура скандальная значит он подверг религиозным гонениям которых не было повторяло прецедента хотя тут надо отметить что когда антиох был заложником в риме напомню что в детстве он находился в риме ростом его отец отдал в качестве заложника то он был свидетелем указа римского сената от 186 года до новой эры который запрещал вакханалии видимо по политическим причинам да поскольку считали что вакханалии они могут как бы разрушить римскую государственность что это анархистская власть анархистские тенденции вот и некоторые считают что антиох почерпнул это как предмет для подражания возможно но в любом случае он был повторяю фигурой скандальной мы сейчас еще несколько слов ему посвятим я только перед этим хочу задаться вопросом дополнительным который тоже мы поставили в начале занятия почему автор первой макханерской книги всего этого не рассказывает он что же этого не знает надо полагать что знает всю эту историю с продажей первосвященства он считает это неважным потому что по его схеме есть нечестивец антиох и есть какие-то нечестивцы в среде израиля которые как бы приветствовали приход антиоха и присоединились к нему однозначно ответить на этот вопрос трудно но я не исключаю следующего первая маковейская книга мы это увидим в дальнейшем была написана в значительной степени как некая некий пропагандистский документ который устанавливал легитимацию хасманейской династии хасманейская мы не знаем точно когда эта книга была написана возможно во времена ханана геркана а возможно даже и несколько позже в правлении одного из его сыновей во всяком случае мы знаем что хасманей стали первосвященники права такого они не имели об этом говорят и мудрецы талмуда они не принадлежали первосвященническим первосвященнической семье они не были прямыми потомками цедокидов и поэтому в принципе не имели права на первосвященство я не исключаю говорю что это некая гипотеза но я не исключаю того что автор первой маковейской книги не хотел заострять внимание на детали связаны с вот этими конфликтами первосвященнической среде у кого есть право на первосвященство и как бы поэтому оставил это в стороне а мы знаем что сын хони третьего убитого был хони четвертый который бежал в египет и там в леонтополе построил альтернативный храм это отдельная история которую пока что мы не касаемся вот во всяком случае в принципе они ады имели право на возвращение в Иерусалим с тем чтобы стать первосвященниками этого не произошло их место заняли хасмани мы знаем что уже скажем члены кумранской секции утверждают что они являются потомками церакидов и что у хасманеев нет никакого права на то чтобы быть священниками одного из них называют в кумранских текстах Коэн Коэн Хароша нечестивый священник как некоторая насмешка над тем что он называет себя Коэн Хароша первосвященник вот так что это возможно причина по которой автор маковейской книги затемнил как бы ретушировал всю эту историю теперь вернемся перед концу вернемся к образу Антиоха Епифана значит Антиоха Епифан Антиоха Епифан называл себя вот это прозвище Епифан или Епофанус оно фактически обозначает божественным буквально открывающимся тот который открывается во время откровения подразумевал он Зевса он подразумевал Зевса и он чеканил монеты где он был изображен в виде Зевсов Сидержителя значит в какой-то момент к нему приклеивается прозвище насмешливая Эпим Эпиманнос Эпиман Антиоха безумный потому что то что он делал не укладывалось в какие-то рациональные представления древнего мира вот эта попытка навязать евреям чужую чужую религию религиозные гонения преследования это воспринимается как некая смесь между безумием и и и надменность а вот здесь говорится о том что в пятнадцатый день кислева сто сорок пятого года опять же я повторю сто сорок пятый год это по македонскому лета исчисления фактически это сто шестьдесят восьмой год для новой эры по принятому устроили на жертвенники мерзость запустения и в городах иудейских вокруг построили жертвенники и перед дверями домов и на улицах совершали курение и книги закона какие находили разрывали и сожигали огнем у кого находили книгу завета и кто держался закона того по повелению царя предавали смерти и с таким насилием поступали они с израильтянами приходившими каждый месяц в города и в двадцать пятый день месяца кислева принося жертвы на жертвенники который был на алтарем они по данному повелению убивали жена обрезавших детей своих а к датам этим пятнадцатый день кислева и двадцать пятый день кислева мы еще конечно вернемся двадцать пятый день кислева очень важен потому что в этот день был и очищен храм согласно маковейским книгам и таким образом мы празднуем праздник ханука вообще это был день рождения самого царя который в отличие от того что делаем мы сегодня праздновался каждый месяц не раз в году а каждый месяц двадцать пятый день месяца праздновался день рождения царя и поэтому он был урочен как раз вот принесению жертв видимо за царя надо отметить что во второй маковейской книге речь не идет о каком-то систематическом убийстве женщин обрезавших детей своих а что имел место один такой случай но сам по себе сам по себе драматизм и само описание в чем-то напоминает то что пережил израиль последние недели младенца вешали за шеи дома их дома их расхищали и совершавших над ними обрезание убивали значит вот это все описание очень тяжелое которое раскрывает еще с большей силой гонения антиоха эпифана имеет в своей своем как бы одним из элементов этого описания это упоминание мерзости запустения на жертву очевидно что подразумевается идол да теперь вот это выражение мерзость запустения достаточно существенно для нас потому что оно встречается еще в одном месте я хочу вам сейчас это продемонстрировать перед концом нашего занятия перед вопросами это встречается в книге даниэля книга даниэля не раз и не два обращается к образу антиоха эпифана кстати здесь перед вами вы видите вот те самые монеты а вот это антиох эпифан тут было написано антиох антиох эпифан антиох бог эпифан а вот здесь вот это сам зевс который сидит значит так вот книги даниэля несколько раз в видениях даниэля упоминается антиох эпифан как могущественный царь ковар который превозносит со своим сердцем и губит многих и восстает как тут сказано в 8 главе против владыки владых но будет сокрушен не рукою затем в 9 главе тоже говорится о том что вот когда смерти будет предан помазание город и святилище разрушены по мнениям некоторых исследований подразумевается как раз кония 3 вот этот первосвященник который был убит и дальше говорится и утвердит завет для многих одна седмина мы не будем сейчас вникать в даты сложные книги даниэля мы это когда-то обсуждали прекратиться жертвы и приношения и на крае святилища будет мерзость запустения вот это самое выражение то же самое выражение которое мы только что видели в первой маковейской книге и тут написано в этой главе оно встретится еще раз оно встретится в главе одиннадцатой в тридцать первом стихе где тоже описываются описывается то как антиох эпифан наступает на евреев кстати это одно из мест где рассказывается о том как римляне римляне заставили антиоха отступить они здесь называются китим такое условное обозначение для римлян в книге даниэля и в кумране и вот говорится что он прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения да опять же опять же шикутс а шикутс мешумем потом говорится что он погибнет да и еще раз последний раз это упоминается в последней двенадцатой главе книги даниэля тоже вот это выражение шикутс шумем там а теперь надо иметь в виду что шикутс это мерзость и этим термином часто называют идолов танахи шекис шикутс но вот это выражение мешумем или шумем вызывает вопрос да сам этот глагол сам этот корень может обозначать опустошение но так же точно он может обозначать и опустошение и запустение но он может обозначать и потрясение и изумление вот и даже безумие да то есть как бы возможно что здесь намек на то что антиох безумен но кроме этого и это представляется наиболее важным дело в том что в храме в Иерусалиме антиох распорядился поставить это мы знаем из источников не идол Зевса не был назван идолом Зевса Олимпийского он был назван Баальшамем теперь Баальшамем был действительно отождествлен с Зевсом а ведь одна из практик языческих заключается в том что боги разных народов отождествляются друг с другом как делают например римляне с греческими богами своими и вот так же точно один из признаков эллинизации это эллинизма это соединение разных божественных образов вот этот Баальшамем буквально Бааль небес Бааль знакомое нам имя из Танаха тот самый Бааль с которым воюют еврейские пророки например Ильяу да Баальшамай да владыка небес на самом деле господь бог Израиля тоже называется господин небес вот так вот нельзя исключить что вот это выражение намекает как бы осмеивает осмеивает вот это обозначение божества который был отождествован Зевсом сирийское финикийское армейское божество Баальшамем и это как бы такой вот языковой момент но очень важный для нас потому что фактически это снова возвращает нас к исходной точке все повторяется вот так же точно как библейские пророки библейские персонажи боролись с Баалом так же точно те кто встанут против антиоха они будут бороться они будут бороться с Баальшамем да это та же традиция как сказано и мы завершаем но многие в Израиле остались твердыми укрепились чтобы не есть нечистого и предпочли умереть чтобы не осквернуться пищу и не поругать святого завета и умирали тут появляется тема которая вообще-то говоря первой маковейской книги не будет центральной а будет центральной во второй маковейской книге тема жертв самопожертвования ради своего закона ради веры то что мы называем кедуш ашем но здесь это значит вот такой вот краткой форме сообщается что люди были готовы умереть но вся как бы вся это вся эта картина завершается тем что говорится великий страшный дне впал на Израиль то есть это тоже в соответствии с библейскими представлениями что как бы несчастья обрушивающиеся на Израиль являются воплощением принципа воздаяния божественного из из-за того что были среди евреев те которые предали и присоединились к язычникам вот эти был великий гнев над Израилем и антиох в каком-то смысле послужил орудием этого гнева ни в коем случае не хочу переносить эту концепцию на современность и только подчеркну что то что нам сегодня кажется чем-то неприемлемым дикими страшными то что невозможно как бы озвучить а то древним казалось вполне естественно если случается несчастье с Израилем это одно из двух или это гнев поражение божьего гнева либо это какое-то страшное испытание из двух этих зол сегодняшней действительности наверное все же предпочтительно выбрать второе и говорить об испытании нежели о гневе но так или иначе мы завершили здесь чтение первой главы первой маковейской книги вторая глава ведет нас в семью матитьяу и его сыновей о которых мы и будем следующий раз говорить я здесь остановлюсь пожалуйста вопросы замечания если есть пожалуйста друзья кто-то хочет что-то спросить сказать если да пожалуйста алекс да ну в принципе насколько насколько я знаю вот именно антиох эпифан если посмотреть там он в принципе женился то есть это почему опять-таки это из еврейских источников его он женился на своей сестре первое это ладикея и значит на следующем следующем этапе то есть он женился после смерти его брата и и впоследствии он стал как бы регентом при его сыне антиох это был антиох пятый и впоследствии он его умертвил может ли вот каким-то образом то что то что нам известно в принципе быть связанным вот с теми во-первых самим характером антиоха эпифана и во-вторых как это могло быть отражение было ли какое отражение в этом еврейских источниках ну смотрите значит то что то что антиох был был человеком неразборчивым средством для обретения власти это как раз абсолютно неудивительно я уже говорил что существует подозрение что и селевка своего старшего брата возможно убили по его наводке хотя доказательств этому нет вот значит теперь как бы вот те события конкретно о которых вы говорите значит не отражены не отражены не отражены в маковейских книгах во всяком случае и сколько я помню это не отражено и у флавия значит флавий говорит о том что он о том что как бы Толемей филометр в египте тоже был родственник он был племянником фактически антиоха вот и антиоха захватывает пытается захватить Египет это как бы тот центральная линия которую еврейские источники проводят есть некая связь между попыткой антиоха овладеть Египтом и его гневом на Иерусалим то ли потому что как бы в Иерусалиме начались некие брожения в связи со слухами о смерти антиоха то ли опять же для того чтобы пополнить свою казну вот но вот конкретно эти детали в древних еврейских источниках не отражены видимо потому что они воспринимаются как нечто существенное для 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 истории для еврейской истории еще вопросы замечания нет такой вопрос если можно если есть время просто потому что я как-то что-то видно прослушал раньше и сейчас могли бы повторить просто вот времена написания книги какие как бы каких событиях как бы ну события каких идет речь это понятно вот именно написание этих книг по соотношению к тому что значит ну когда они могли быть актуальными да по времени в истории вот просто я понимаю так что первая книга она как бы наиболее произраильская как бы да или я ошибаюсь в каком смысле произраильская что вы имеете ввиду ну то есть она как бы как обычно она говорит что вот всевышний управляет миром и что вот необходимость соблюдения законов или это все книги они к этому вот в этом смысле между маковейскими книгами нет большой разницы они все они все как бы все они все в этом смысле одну концепцию проводят ну я к тому в общем то почему они не вошли как бы в канон еврейский если это так почему они не вошли в еврейский канон это вопрос неоднозначный что касается второй третьей и четвертой маковейской книги у них в принципе не было никакого шанса потому что они писались по-гречески поэтому войти в канон они не могли туда впускались только книги которые писались либо на иврите либо на арамейском кроме всего прочего у мудрецов существовала как бы идея согласно которой все что написано после персидской эпохи не является много вдохновенными книгами поэтому если очевидно что книга пишется в греческую эпоху то опять же она не может быть принята не может быть принята в канон но если это описалось тогда когда было господство греков и в общем то многие евреи говорили на греческом то это как бы ну поэтому эта книга например вошла в канон грекоязычных общины Израиля грекоязычная община Израиля в Египте туда эти книги вошли вот а там были менее жесткие критерии а в в Египте не вошло то есть формальная такая вещь как язык оказался более важным чем содержание так получилось ну язык и время предполагаемое время написания да ну хорошо они как то связаны с какими то интересами политическими теми или иными вот или они приближаются бы уже как бы к летописи больше чем как я и сказал но мы это и дальше увидим что первая маковейская книга в значительной степени пропагандистский документ который утверждает легитимность маковейской хасманийской династии это ее как бы один из основных ее посыл да и в частности потомков шим шимона последний из сыновей матитьяу который правил после обретения независимости вот так что да но первая тоже не вошла в канон не вошла не вошла я же говорю что когда устанавливались границы канона это же было гораздо позже это уже конец первого начала второго века новой эры тогда это уже как бы вообще тех кто этот канон устанавливал скажем мудрецов мишны были довольно напряженные отношения с хасманийской династией они не их не очень жаловали мы этой об этом еще в свое время поговорим вот и это именно потому что там как бы имеется ввиду что не как бы не от всевышнего идет это освобождение от силы от восстания не только поэтому не только поэтому это одна из причин потому что первая маковейская книга как и вторая впрочем очень как бы ставит на первое место помощь божественную помощь но как бы еще раз говорю с точки зрения мудрецов хасмании стали узурпатами не имели права первосвященствовать понятно ну а остальные вот на которые написаны на гречески почему их три почему что собственно говоря привело к мы говорили об этом в прошлый раз вкратце если повторить это как бы ну вот вся это все это собрание оно так или иначе посвящено теме религиозных гонений на евреев в трех из этих четырех книгах тема действительно гонений на евреев во времена антиоха епифана это первая вторая четвертая книги а третья книга говорит о гонении на евреев в египте таремеевском и она в принципе не имеет отношения к маковея но она как бы затрагивает эту тему и поэтому на известном этапе они были все соединены в некоторый единый пучок понятно ну хорошо более не менее я как-то немножко разобрался спасибо пожалуйста есть еще у кого-то вопросы замечания похоже нет похоже нет тогда поставим здесь точку и займемся окей ну хорошо спасибо большое спасибо правильно всем счастливо пока до свидания